Потребители, которые неожиданно посоветовали российским туристам получать разрешение на поездки в Крым у украинских властей, это яркий пример обслуживания интересов иностранных государств. Такую оценку сегодня дал Владимир Путин на юбилейном пленарном заседании Общественной Палаты, который отмечает своё десятилетие. О чём ещё был разговор, расскажет Евгений Рожков. Это юбилейное заседание Общественной Палаты получилось по-настоящему деловым. Тон задавал президент Владимир Путин, который 10 лет назад и стал инициатором создания этого дополнительного инструмента диалога между властью и обществом. Вывод такой, инструмент заработал и даже более того, показатель его стали побаиваться чиновники. Экспертиза социально значимых законопроектов, так называемое нулевое чтение, 10 из 24 законов общественники заставили вернуть на доработку в Госдуму. Именно так напористо и надо действовать, поддержал их президент. И не только в центре, но и в регионах. Изначально ведь мы планировали Общественную Палату России для того, чтобы расширить базу демократии. Вот в прямом смысле этого слова, без всяких громких выражений. Это так и есть, потому что существующие структуры, они сегодня, и не только в нашей стране, но и во многих других странах, они недостаточны. Они, к сожалению, не всегда и не полно отражают мнение общества. Поэтому это дополнительный инструмент. Но, тем не менее, нужно сделать так, чтобы общественные палаты не были вторым изданием региональных, в данном случае, парламентов. Столько до этого было сказано про закон об иностранных агентах. Сегодня Путину предложили его несколько смягчить. Но президент напомнил самый последний случай, когда так называемое общество защиты прав потребителей, как раз иностранный агент, фактически стало отговаривать россиян от поездок в российский Крым. Вот недавнее событие, связанное, уж не помню, как эта организация называется, которая якобы заботится о потребителях, и начала давать рекомендации по поводу того, как вести себя нашим туристам в Крыму и как относиться к решению вопросов со собственностью в Крыму. Вот это что называется? Это забота о гражданах России? Нет, это обслуживание интересов иностранных государств в отношении России. Вот именно для этого и вводилось это понятие, понятие иностранный агент, чтобы иностранные государства не использовали инструментов подобного рода для вмешательства в наши внутриполитические дела. Но, тем не менее, и эта сфера деятельности нуждается в дополнительной регламентации и в дополнительном анализе и принятии соответствующих решений. Отдельная строка контроль за финансированием госпроектов. Ну, взять хотя бы строительство домов культуры на селе. Вы знаете, сколько на один объект? 130 миллионов рублей. 130 миллионов на один объект. Это же космические цифры. Мы посчитали, что по тем имеющимся ценам и по имеющимся проектам тысячу, не 30, а тысячу домов культуры можно отремонтировать или построить. И тема, которую на себе могут почувствовать многодетные мамы. По данным палаты, возникла угроза отсрочки или даже отмены выплат материнского капитала за приёмных детей. По последнему письму, которое недавно было от Минтруда, есть определённые разъяснения, следуя которым, не нужно платить семьям, в которых есть установлённые третьи и далее дети. Это, конечно, несправедливо, согласен с вами. Я поработаю с коллегами из Минтруда, из Минфин. Все высказанные предложения в бумажном виде Владимир Путин забрал с собой для более детального рассмотрения. Евгений Рожков, Александр Терпугов, Виктор Мамаев и Алексей Сысоев. Вести. Москва. Кремль. Украинская артиллерия обстреляла из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных орудий. Город Докучаевск. Об этом сообщает Минобороны ДНР, подчёркивая, что украинские силовики миномёты и гаубицы используют уже в открытую. Двое мирных жителей погибли, один тяжело ранен. Повреждения получили 15 жилых домов и детский сад. Кадры с места обстрелов. Репортажи нашего военного корреспондента Евгения Подубного. Ежедневно населённые пункты, которые находятся в непосредственной близости от артиллерийских позиций, украинских силовиков подвергаются ударам из дальнобойной артиллерии, из миномётов. Используются периодически реактивные системы залпового огня. Активно используется танковое вооружение. Сегодня под Докучаевску действительно был нанесён артиллерийский удар, в результате которого один человек погиб, ещё один получил тяжёлое осколочное ранение. Градами стреляли, 100 пунктов градуса. Или Саловск, или Градами. Что-то одно из видов, по-любому. Потому что оно падало и горело. Удары наносились и по посёлку Спартак. Спартак это, по сути, посёлок, который примыкает к Донецку в северной части города, в непосредственной близости от территории аэропорта Донецка, который по-прежнему остаётся наиболее горячей точкой на линии соприкосновения. В ходе артиллерийского обстрела на селённом пункте Докучаевск с позиции 72-й отдельной механизированной бригады под командованием полковника Грищенко один мужчина погиб и один получил ранение. В результате миномётного обстрела Кубышского района город Донецка с позиции 11-го отдельного мотопехотного батальона под командованием полковника Алексея Савич получили ранение два человека. Один погибший в Спартаке. Досталось и Петровскому району Донецка. Он примыкает к населённому пункту Маринка. Там находится позиция вооружённых сил Украины. В частности, сегодня в этот район выехала группа наблюдателей ОБСЕ для того, чтобы зафиксировать последствия артиллерийского удара. Там один мирный житель был ранен. Украинские военные используют миномёты, самоходные артиллерийские установки Гаубице Д-30. Хотя все эти системы вооружений должны быть отведены от линии соприкосновения на то расстояние, которое бы исключало подобные артиллерийские удары по жилым кварталам. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Дмитрий Масленников. Вести из Донецка. Примерно через полчаса в Париже начинается новый раунд переговоров в нормандском формате. Проблемы обострения ситуации на Украине обсудят главы МИД Франции, Германии, Украины, России. Как ожидается, министры попытаются добиться начала полноценного прямого диалога Киева с Донецкой и Луганской народными республиками. Накануне главы Франции, Германии, России обсуждали эту тему в 45-минутном телефонном разговоре. Из Парижа Стас Натанзон. Сегодняшняя встреча крайне важна. Неслучайно министерские переговоры в Париже проходят одновременно со встречи контактной группы в Минске. Последний раз министры иностранных дел России, Франции, Германии и Украины встречались в середине весны. И с тех пор ситуация на востоке Украины существенно изменилась. Все стороны переговоров о их будущем исходе высказываются пока крайне аккуратно. И, похоже, больших надежд на них не возлагают. Французский МИД пока даже не может с точностью сказать, будет ли финальная пресс-конференция всех четырёх министров. Возможно, заявлений для прессы не последуют вовсе. Предыдущая апрельская встреча в нормандском формате на уровне министров принесла очередной миротворческий успех. Тогда договорились об отводе вооружений. Теперь, надеются, закрепить бы хотя бы то, о чём уже условились. Есть определённые подвижки в реализации некоторых аспектов урегулирования. Но они явно недостаточны. И задачи министерской встречи, насколько можно предположить, прежде всего дать чёткий сигнал, выработать какие-то рекомендации по продвижению вперёд на наиболее значимых направлениях. Замглавы российского МИДа Григорий Карасин накануне переговоров заявил, на повестке дня действительно выполнение Минского плана февраля этого года. Оно явно забуксовало, если не сказать, откатилось назад. Сегодня, по сути, четырём странам предстоит ещё раз подтвердить свою приверженность этому мирному договору. Или, наоборот, отказаться от него. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Франк Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре на прошлой неделе подтвердили свою приверженность Минским соглашениям. Той же позиции придерживается и французский МИД. А вот от украинского заявление не слышно давно. Последние недели за Киев говорят пушки на востоке страны. Но, похоже, настало время что-то сказать и политикам. Стас Натанзон и Игорь Никулин. Вести. Ну а в Минске встреча контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины началась час назад. Предваряя очередной раунд переговоров, представители Донецка и Луганской народных республик провели первые консультации с новым представителем от ОБСЕ Мартином Сайдиком. Стороны согласились с тем, что необходимо приложить усилия к получению реальных результатов в максимально короткие сроки. Договорятся ли о чём-то сегодня, станет понятно чуть позже по итогам переговоров контактной группы. Ну и это была только первая часть нашего выпуска. Мы в эфире до 18.15 и вот что будет дальше. Как изменится санкционный список России? Росрыболовство предлагает запретить рыбные консервы, что говорит глава Минсельхоза о шоколаде и вине. Убийцу Олеся Бузины качают на руках. Какие граждане теперь в почёте на Украине? И почему сегодня ещё одна попытка запретить компартию гость программы Пётр Стимоненко? В эфире BBC интервью Януковича, но с купюрами. Без слов про референдум. Как сквозь цензуру на Запад пробивается правда? Пролистаем европейско-американские издания. Где и на что живёт Эдвард Сноуден? Поговорим с адвокатом Анатолием Кучереной. Кто сейчас рядом с бывшим сотрудником АНБ? Как обеспечивают его безопасность? И как спастись от 40-градусной жары? Российские регионы придумывают способы. Мы сейчас ненадолго уйдём из эфира, но останутся региональные вести. Наши коллеги готовы представить свой взгляд на сегодняшний день. В Мурманске сегодня встретили парусник Крузенштерн. Изначально бар должен был прийти в порт 22 июня, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях. Но график сдвинулся из-за инцидента в Рейк-Явике, где корабль не по своей вине протаранил два судна береговой охраны. Крузенштерн пробудет в Мурманске полтора дня. Время для его посещения увеличили. Вместо суток на поезде два часа на самолёте. В новостях Курска о первом рейсе в Крым. Полёты раз в неделю до начала сентября. В Сочи начали собирать майский мёд. Его ценят за особый вкус, горных цветов и клёна. В этом году планируют получить около 40 тонн, что в два раза больше, чем в прошлом году. В эфире Вести и мы продолжаем. Удушающая жара, причём сразу в нескольких российских регионах. Столбики термометра пробили 35-ти градусную отметку и опускаться пока не собираются. Так в Екатеринбурге от зноя жители спасаются на городских пляжах и в фонтанах. Для животных в зоопарке подготовили специальное меню. У столицы Татарстана новый температурный рекорд, а на сайте синоптиков объявление большими красными буквами. Штормовое предупреждение. В Самарской области пекло ослабнет только к началу июля. Чтобы нам всё это лучше представить, из Екатеринбурга передаёт Кирилл Солодков, из Казани Фируза Насырова, из Самары Станислав Жижин. Аномальная жара на Урале длится с 15 июня. Средняя суточная температура на 10 градусов выше климатической нормы. Даже в тени столбик термометра пересекает отметку в 30 градусов. Раскалённый асфальт и горячий, как в Африке, воздух. Зрелище почти уникальное. Уральцы прячутся под зонтом не от дождя, а от палящего солнца. Обычно многолюдный центр мегаполиса будто вымер. Столпотворение только у палаток с мороженым и городских фонтанов. В одном из них, спасаясь от жары, накануне застряла 13-летняя девочка. Вызволять ребёнка пришлось спасателям. От зноя страдают не только люди, но и обитатели зоопарка. Для животных срочно устанавливают теневые навесы и проливают служебные коридоры водой. Отдельно позаботились о белых медведях. Есть вот такой приятный бонус в жаркие дни. Вот, например, у белых мишек сотрудники готовят им такие вкусные ледяные десерты. Это рыба с овощами, которая замораживается в специальных контейнерах. Получается такое ледяное мороженое. К выходным синоптики обещают короткую передышку. На Урал придут дожди и грозы. Однако уже в понедельник вернётся 30-градусная жара и палящее солнце. Кирословков, Николай Старостин и Елена Галеева. Вести Екатеринбург. Жара в Казани побила рекорд 90-летней давности. На улице плюс 35. Если одни спасаются от зноя в офисах под кондиционерами, то другие уже с утра у водоёмов и фонтанов. В центральном парке Горького сегодня особенно многолюны. И это несмотря на то, что будний день. Очень жарко. Я давно хотела, сначала боялась, а потом меня кто-то толкнул, и я просто кладу и очень красную. Я гибертоник и жару пылелся переносли. Но, тем не менее. Прячутся в тенёчке и белке. Если раньше они охотно шли на руки, то сегодня их не видать. От высокой температуры плавится и асфальт. На нём остаются отпечатки каблуков и автомобильных колёс. Да, жара аномальная. Тает асфальт. Застревают каблуки. Стараемся обходить. Чтобы асфальт меньше нагревался, дороги поливают в два раза чаще. Как минимум до конца недели. Жара точно продержится. Феррус Насырова, Равка Диединов и Ирина Цехибгареев. Вести. Казань. В Самаре даже ночью столбик термометра не опускается ниже 25 градусов. О днём вообще стоит невыносимая жара. Спасаются от такого пекла кто как может. На пляже, в скверах, парках набирают популярность и всевозможные ледовые площадки и катки. Здесь прохладно. На коньках можно податься летом. Те, кто не стремится вернуться в зиму, находят менее радикальный способ справиться с жарой и устремляются на городской пляж. Там даже в будни трудно найти свободное местечко. Ну и естественной популярностью пользуются городские фонтаны, которых в Самаре немало. Купаются в них все. От пенсионеров до школьников. Очень жарко. Очень жарко. Дома, допустим, если открыть окна, короче, нараспашку, вообще ничего нету. Никакого воздуха. Синоптики говорят, что небольшое похолодание и дожди придут в Поволжье к началу июля. Пока же сохранится вот такая аномальная жара. Станислав Жижин, Василий Колдашов и Михаил Ситников. Вести. Самара.